Сразу после вступления в должность я издал один из первых пяти указов по вопросам реформирования горнодобывающего сектора Кыргызской республики. В рамках этого мы внесли поправки в ряд законов, которые напрямую затрагивают национальные интересы. Об этом сказал президент в ходе заседания Кабмина, на котором Садыр Джапаров представил отчет о проделанной работе, начиная с 5 октября 2020 года. По словам главы государства, принятые законы будут способствовать развитию горнодобывающей отрасли в стране. Также президент остановился на теме споров, касающихся рудника Кумтор. Одно из главных требований граждан – передать Кумтор народу, чтобы Кыргызстан поднял свой престиж на международной арене и вел переговоры. Мы выполнили эту задачу. После вступления в должность я издал указ по вопросам реформирования горнодобывающего сектора. Например, для разработки крупных месторождений мы создали холдинг «Наследие великих кочевников». Доля государства составляет 100%. Раньше средства на рекультивацию были в 17 разных банках. Теперь 340 миллионов сомов, которые для разработки крупных месторождений, которые взыскиваются с вкладом помимо Кумтора, теперь будут храниться только в государственных банках. Эти средства предоставляются по низкой процентной ставке на возвратной основе только проекта малого и среднего бизнеса, направленным на развитие экономики. Компании, которые получили лицензию, но не используют ее по назначению, будут лишены этих лицензий. Это позволит увеличить количество свободных объектов для привлечения инвестиций. Мы создали государственное предприятие «Кыргызгеология» с целью оптимизации геологоразведочных работ. Все это будет способствовать развитию горнодобывающей промышленности, а также урегулированию споров с Центерой по поводу рудника Кумтор. На Кумтор из-за грубого нарушения норм экологической безопасности Кыргызстана иностранные компании с 17 мая ввели временное внешнее управление. Ходили слухи, что мы не сможем продать наше золото, но это не так. Оно пользуется спросом, и мы продолжаем его добычу. Центера тоже признала, что не будет больше препятствовать работе рудника. Мы больше не боимся подавать иски в международные суды. Мы даже начали выигрывать международные суды. У нас только одна позиция. Будем бороться до конца. Если мы не сможем решить эту проблему путем переговоров, мы подадим экологические иски против Центеры. Результат будет.